Согласно территориальному кадрствам месторождений, у нас порядка тысячи источников. Источников много, а вот сколько из них готовы принимать туристов? Из тысячи для инвесторов привлекательны только 17, но пока только привлекательны. О том, как развивается санаторный туризм в республике, красноречиво говорит тот факт, что ни одна лечебница не входит в топ-100 по России. По словам Анатолия Кушнарева, Бурятия просто бездарно распоряжается своими природными богатствами. Обладает какой-то дикий туризм, без санаторного сопровождения, без всяких медицинских карт. В Кучегеле был смертельный исход даже один раз. Такое наблюдалось. Никакой медсестры, которая давление померит или еще что-то там. Все идет по какой-то определенной традиции и по разговорам предыдущих. Кто-то вылечился, вот своей предлагает свою методику оздоровления. Однако организовать культурный отдых и лечение не так просто. Прежде чем из целебного источника сделать место притяжения туристов, нужно собрать ряд документов и провести массу исследований. Так, например, только выяснить количество запасов воды будет стоить 1 миллион рублей. И это только для одного источника. Таких денег у муниципалитетов нет, а инвестор не спешит вкладываться. К тому же, например, в Тункинском районе бизнесменов отпугивает ситуация с землей. С 2013 года в районе предоставлены все сделки с землей. Население не имеет возможности зарегистрировать земельные участки и жилые дома. В настоящее время на законодательном уровне невозможно зарегистрировать и построить объекты капитального строительства. А также невозможно реализовать инвестиционные проекты. И все же главная проблема в сфере оздоровительного туризма – то, что по факту им никто не занимается. Полномочия между собой делят Минздрав, Минприроды и Минэк. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, был такой же национальный парк. Он, наверное, сейчас процветает. Там был хороший закон издан. Дело в том, что при въезде на территорию национального парка бралась какая-то сумма за въезд, как у нас. У нас сейчас берется или нет ли. И при выезде практически эта сумма возвращалась, если человек, например, вывозил с собой мусор. Тункинский район весь буквально в мусоре. Там очень много иркутян, которые вообще варварски относятся к природе. Есть ли в республике Бурятия вот такой уполномоченный орган, который занимается вот этими вопросами? Или все в отдельности? То есть у нас получается у семи нянек, дитё. Напомним, ранее правительство Бурятии приняло решение реорганизовать Минкульт в Министерство культуры и туризма. Станет ли переформированное ведомство таким ответственным органом, станет ясно этой осенью. Алина Чертарова, Евгений Жамцуев, АТВ.